Привет, меня зовут Саша Капуста, это видео «Делаем буквы» на канале «Твой счетовый фетиш». В этом видео мы с вами разберем базовые метрики, то, как более-менее симпатично настроить межбуквенное расстояние в основных буквах NO и всех последующих, сделать это максимально автоматизированно, чтобы не тратить на это много времени, по крайней мере, на данном этапе. Для того, чтобы настроить межбуквенное расстояние, нам нужно открыть панель Glyph, она у вас, по идее, должна быть уже открыта. Либо мы можем это делать сверху, то есть вот здесь у нас от края левого буквы O до края самой площадки, где эта буква находится, 22 пункта, 29 слева. Это неправильно, они должны быть как минимум равномерны. Но начинаем мы с буквы N, потому что она базовая, она прямоугольная, здесь мы видим, что здесь L-93, а справа 98. То есть мы можем увидеть это в самом курсоре, 93 слева, 78 справа, это полностью соответствует. Поэтому я бы, пожалуй, сделал их одинаковыми. Для этого я выбираю режим текста и набираю сразу несколько букв N. И сразу нужную искру букв O. Как видите, расстояние между двумя буквами N значительно больше, чем между двумя буквами O. Нам нужно их как-то визуально уравнять. Что мы делаем для этого? Ну, во-первых, я могу... Ну, допустим, пускай у нас будет слева и справа одинаковое расстояние, это будет 70 точек. Вот. А вот для того, чтобы у нас и справа было такое же расстояние, нам не обязательно писать 70. Мы можем, конечно, написать 70, но делать это не обязательно. Можно просто сделать вот так, равно. И в английской раскладке верхний бар. Я не знаю, как он правильно называется. В общем, вертикальная палочка. Нажимаю Enter. Ну, или не нажимаю. Теперь, если я делаю, например, 170 здесь, то справа у меня автоматически копируется. То есть они взаимосвязаны. Но я возвращаюсь к 70, и меня это полностью устраивает. Теперь, если вдруг я сделаю вот так, то вы увидите, что у нас вот это число изменилось. Потому что оно не зафиксировано как-то жестко. Она просто показывает нам расстояние от левой границы символа до границы самой площадки, где эта буква находится. И так как я сместил точку на 100 пунктов влево, стало противоположное значение минус 30. Это не то, что нам нужно. Поэтому, чтобы у нас оно всегда было одинаковое, нам нужно нажать вот на эту кнопку и привязать это значение жестко к краю контура. Вне зависимости от того, как он выглядит. То есть, если я поставлю, нажму сюда, здесь появится равно. Можно не нажимать, я просто могу писать равно. И теперь то же самое, она автоматически нажимается. Теперь, если я вдруг на 100 пунктов встрину, то мне буква вся вне двигается. Потому что она точно зафиксировала, что 70 пунктов у нас всегда от края буквы, вне зависимости от того, где он находится. Поэтому возвращаем обратно, все работает. Отлично. Теперь нам нужно сделать то же самое с буквой О. Тут, так как это округлая форма, нам нужно немножко поменьше сделать. Например, сделаем 50. Ну, разумеется, с двух сторон. Либо мы можем так же сделать равно и бар. Теперь, если мы здесь делаем 170-150, у нас здесь становится, соответственно, копия этого значения. Вот так мы это можем видеть на панели превью. Но 70-150, это многовато. Ну, вот, ну, что-то перебор. Поэтому я бы, наверное, хотя, может, и не перебор. Сейчас попробуем поменьше. Стало ли лучше? Так, сделаем вот что. Ну, вот так в целом неплохо. Ну, оставим здесь так. Я не буду особо сейчас заморачиваться. И прям вот детально подбирать это белое между двумя буквами. В качестве пособия этого нам будет достаточно. То есть, пускай будет 40. То есть, N у нас 70 по краям, потому что на симметричное О будет 40 по краям. Но, если мы вдруг, в какой-то момент работы решили увеличить или уменьшить расстояние между N, например, я сделаю, что здесь будет, ну, 40 пускай будет, то нам придется сделать то же самое и в О. Это не очень удобно, потому что, когда у вас две буквы, это еще можно проконтролировать, но когда у вас там 100, 200, 300 букв, скорее всего, вы где-то точно запутаетесь. Поэтому самый простой вариант – это привязать значение буквы О к значению буквы N. И, в принципе, все буквы, которые у нас будут, привязывать к букве N. Это нам нужно на этапе создания самого шрифта, его рисунка, букв и так далее. Но это такое временное решение. Потом, когда мы будем полностью переделывать межбуквенное расстояние, когда будем делать гернинг и так далее, мы это будем корректировать. Но пока в таком сыром варианте, как заготовочка, нам этого будет достаточно. Мы просто привяжем все значения к букве N, и малейшее изменение в букве N отразится на всех остальных. То есть, например, если я здесь сделаю также 70, точнее, нет, это не то, в букве N сделаю 70, а букву О, мы здесь видим, что мы выбрали букву О, привяжу к букве N, просто напишу N, то он у меня автоматически привяжется. И мы увидим, что здесь расстояние 70. Но это много, потому что О, у нас там было значение 40. Значит, нам нужно сделать так, чтобы это было привязано к N, но при этом было значение 40. Мы просто берем и вычитаем из буквы N 30. И теперь у нас здесь 40. То есть, здесь осталось 70, здесь осталось 40. Вот здесь мы это видим. Но при этом, это также привязано к N. Теперь, если я захочу, чтобы в N было, например, 170, прибавлю 100, то в Войте тоже отразится. То есть, очень удобно делать такие взаимосвязанные штуки. Вот, возвращаем все на место. В таком виде пускай будет, потом все равно будем это как-то перерабатывать. Так что, в целом, больше здесь нам делать особо ничего нет. Мне не нужно. Единственное, что я бы немножко на панели шрифта как-то визуально отделил, что эти буквы полностью готовы. Что я вот закончил, и больше мне их трогать не нужно. В том виде, в котором они сейчас есть, если я выберу, например, все, и выберу сортировку по, ну, допустим, по или коду, то мы видим, что они все белые. То есть, это не очень удобно. Я в своей работе обычно использую световые индикации. То есть, если у меня буква полностью готова, я ее делаю зеленым цветом. Я закончил букву N делать, я выделяю ее зеленым. Я закончил делать букву O, делаю ее зеленой. Если я, например, еще только планирую над ней поработать, она как бы в сыром варианте, я могу ей дать, например, желтый. То есть, я, по крайней мере, понимаю, что там что-то нужно доделать. Или, например, у меня есть какая-то, мне она не нравится, я вроде бы ее как-то это сделал, но, в общем, ее нужно переделать или что-то изменить, и оставлю ее помещаю красным цветом. Теперь, когда я открою шрифт через месяц, через год, я точно буду знать, что N у меня идеально полностью готова. А вот O с ней нужно что-то изменить. Может быть, это метрики, может быть, что-то еще. Кстати, в этом плане можно сделать пометочку. Есть такая штука Edit Note. Заметка и напишу. Расширить. Искренне. Все, если вдруг я потом зайду, посмотрю, могу зайти в букву, и вот здесь у меня сверху будет написано, что мне нужно ее расширить. Допустим, мне, конечно, этого делать не нужно, но, по крайней мере, это вещь полезная. Сейчас я ее удаляю. Мне она не нужна. Про них мы тоже поговорим в отдельных уроках, потому что в них можно тоже менять размер шрифта, можно менять его стиль и так далее. Но это вопрос будущего. Пока она меня полностью устраивает, сохраняем ее такой, какая она есть. Если вам что-то непонятно, можете задавать вопросы в комментариях. Также можете заглянуть в телеграм-канал Твой Шифтовой Фетиш. Там есть ссылка на чат. Задавайте вопросы. Вам на них ответят оперативно, может быть, нет. То же самое есть ВКонтакте, группа, посвященная новостям, в которой я все выкладываю. И сайт, который готовится, где я в будущем буду выкладывать свои шифты, над которыми работаю, какие-то видеоуроки и другие интересные материалы. Увидимся в следующем видео.